Писали. Насколько велик? Есть ли он вообще? Нет, он есть, естественно, есть. Не будет того, что все погибнут. На самом деле, вот, будет как некий фазовый переход. Я свою первую статью, когда стал понимать это, еще занимаясь физикой, я ее так и назвал, фазовый переход. То есть, необходимость радикального изменения парадигмы и перехода цивилизации на совершенно иной уровень. Вот мы долго лед нагреваем, греем, 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 да, а потом хлюп, и водичка получилась. Или наоборот, замерзание, дендритный рост. Вот возьмите бутылку в холодильник, поставьте, или сейчас на морозе, пластиковую бутылку. Вот поставьте, чтобы тряски не было, ни ветер не дул, вот тряска. Минус 10, минус 15, она вода. Чуть-чуть пальчиком по бутылке, стук, малейший лучок, ух, мгновенная кристаллизация идет. То же самое с нашей цивилизацией. Да, вот этот весь идиотизм, он накапливается, он уже достиг своего погия. Для чего? Что потом будет маленький толчок и фазовый переход. Просто дети, которые сейчас вот рождаются, они обладают уникальными способностями. У них вообще другое мышление. Дети индиго. Ну, понимаете, под индиго немножко размазали, не в ту сторону они увели, даже, может быть, целенаправленно увели. Бабушка проводит мальчика, 9 лет. Вы знаете, говорит, у него какие-то амбиции, вот мы ничего не поймем. Он с нами вообще высокомерно бывает, разговаривает. И нам, говорит, да как вы таких элементарных вещей не понимаете? То есть не по возрасту? Да, абсолютно. Вот она его провела. А кем ты хочешь вырасти, быть президентом? Говорю, ну зачем тебе это надо? Ты очень умный мальчик. Пойми, будешь президентом, у тебя никакой личной жизни. Ты вообще ничего не будешь. Все, ты себя потерял. Тебя нет. Говорит, я хочу стать президентом для того, чтобы навсегда запретить деньги. 9-летний мальчик. Понимаете, с коррупцией нужно бороться, но пока есть деньги, нам подброшены, извини, бесполезно бороться. Сам знак доллара, что означает лист Мелбьюса? Проявленная часть и непроявленная часть. Параллельные полосочки. Съем потенциала со всех. Доллар и международная валюта. То есть они проходят руки и художника, и поэта, и убийцы, и врача. Все участвуют в энергоинформационном обмене. На любой банкноте обязательно есть магические пантакли. И при всем сказанном вами, Виктор, вы все-таки оптимист, я думаю. Конечно. Если бы не было... Я вообще говорю, чувство юмора только спасает. Если бы не было чувства юмора, уже бы все давно закончилось. Наоборот, когда проходишь какой-то вот такой трудный этап, оборачиваешься, смотришь на него с разных ракурсов, да еще и как бы извне. Становится смешно. А юмор как раз и позволяет выжить вот в этом болоте. Насколько людей вокруг могут стать восприимчивы к сказанному вами? Должны ли они все-таки быть восприимчивы? Ну, для некоторых все зависит от степени пинка, который они получат. Многие уже сейчас задумываются, мыслят, но приходится как бы играть общую роль в этом стадии. То есть многие просто боятся сейчас показать, что они по-другому мыслят, по-другому смотрят. Они играют роль. И вот здесь срабатывают понятия физики, критическая масса. Ну, представьте, если когда этим начинал заниматься, то те же пришельцы могли сказать, слушай, тебе не нравится здесь? Давай, освободи планету. Видишь, вот все счастливы, все прекрасно живут. А теперь критическая масса совсем другая. Очень многие люди и книгу прочитали, она в интернете висит, и на английском. Сейчас мне вот сообщили, ребята уже сами немцы на немецкий сделали перевод, подготовили. Люди начинают анализировать, начинают думать. А думающий человек, он уже не подвластен пришельцам. Вот многим просто даже достаточно декларировать просто неприкосновенность воли. Вот взять один раз мысли, форму эту создать, моя воля и разум неприкосновенный. Они только мои. Да, никто не имеет права над мной экспериментировать. Мы предупреждаем людей, которые к нам приходят на коррекцию. Если вы на самом деле сумели декларировать неприкосновенность воли, не удивляйтесь. Ночью могут появиться, вот как в фильмах показывают, обычно этот грей серенький. Сосеточные глаза, тоненькая шейка, ручки. Обычно втроем они появляются. Не пугайтесь, они пришли забирать свой микрочек. Спасибо вам огромное за беседу, Виктор. Быть может, наше ныне подопытное человечество станет после нашего с вами общения чуть менее подопытным. И хочется пожелать и вам, и мне, и, наверное, и всем, чтобы людей, у которых возникло прямохождение в мозгах, было как можно больше. Может быть, тогда и жить нам будет не лучше, но легче и светлее. Да и лучше. Спасибо вам.